Тамбовские награды в Самарскую копилку. Здравствуйте. Это уже третью вы нам награду привезли, правильно же? Ну да. Или которую? В итоге Тамбовскую третью. Слушайте, ну конкурс такой, туда же все приезжают, это же так важно, он такой старинный уже. Ну конечно, там, во-первых, много городов участвует. И вот в этот раз Ростов, Пенза, Тула, Нижний Новгород, Ярославль. То есть все русские города как бы вот собираются там. Слушайте, ну вот в этом году, сразу же в соцсети, да, мы все посмотрели и так далее, и все сразу порадовались и вас поздравили. Актриса России. Это же очень крутое, да, звание, правильно? Вот вы как сами, что вот вы в этом году признаны актрисой России. Круто. В этом году вообще я избалована, в этом сезоне. Я понимаю, что он юбилейный, но вот как началось с октября месяца, браво. Это приз зрительских симпатий. Кстати, между прочим, я не кокетничаю и не лукавлю. Это один из самых моих любимых наград, потому что это все-таки зрители, для которых, собственно, мы и работаем. Потом получился бенефис. Там Дмитрий Азаров привез мне благодарственное письмо, подписанное Матвиенко. Министр культуры Филиппов, он тоже сказал, что вас ждет награда, но ее вручит губернатор. И 29 декабря Меркушкин, губернатор Самарской губернии, вручил мне вот эту награду. Во благо, нет. За заслуги. Это за заслуги. Так, дорогие друзья, у Жанны Анатольевны наград очень много, поэтому сейчас мы разберемся, что за награда. За труд во благо земли Самарской, это вот эта ваша награда, которую как раз вручил Николай Иванович Меркушкин, правильно? Нет, он вот эту, которая красивая. А, вот это красивая, за заслуги перед Самарской областью. Значит, это за труд, а это за заслуги. Она мне очень нравится, потому что она похожа на такую какую-то брошку шикарную, я даже ее одевала как брошку. Вот, и потом, после этого, муза, театральный наш профессиональный праздник, и там, значит, тоже за вклад. Я еще, помню, я пошутила в ответном слове, сказала, я еще вложу. И вложила. Мы поехали в Тамбов, и я заработала вот это первое место, высшая награда, значит, за женскую роль, странный мисс Сэвич. У меня сегодня голос такой подхрипший. Это не на радостях, это просто эта погода всех уже достала. И в конце концов она меня догнала, и я охрипла. Но, говорят, низкий голос, это очень сексуально. Петру Львовичу это очень нравилось. Я играла в спектакль «Доходное место» Юленьку, и там все время маменька, и я все время, маменька, маменька, маменька. Он говорил, это так здорово, ты можешь это закрепить? Я говорю, все время охрипше. Он говорит, ну это очень здорово. Так что сегодня я буду такая немножко на низах. Я думаю, что ваши поклонники любят вас любой, даже с чуть-чуть охрипшим голосом, тем более, правильно вы говорите? Это очень сексуально. Жанна Анатольевна. Ну вот, большое количество наград в этом году. Год такой для сезона, да? Не год, сезон для вас. Не только для меня. И для театра тоже. И для театра в том числе, да. То есть все время, то есть получилось, что как-то звезды сложились. Но это же бывает редко, да, такое везение? Да, да, это бывает очень редко. Ну расскажите про Тамбов. Как вы туда поехали, как вас там встретили? Вся поездка была шикарная, просто шикарная. Там все время были комары. И жуткая жара. Очень тяжело работать, когда душно, жарко, все тут течет, это есть еще синтетика. А здесь было достаточно прохладно, и комары еще не родились или не проснулись. Прекрасно. Мы гуляли, мы фотографировались. Наконец-то я первый раз вокруг гостиницы прошла и могла повторить текст на свежем воздухе, а не в номере. И зрители были прекрасные. То есть как-то у меня даже уже и не было волнения. Была такая легкая какая-то, но не зашкаливала. Мне и получилась команда очень хорошая. И зритель хороший, и жюри прекрасная. Как-то вот все получилось. Вы в Тамбове были три дня. Да. Играли один день или два дня? Или как там было? Нет. Первый день мы играли страны Мисс Сэвидж в конкурсе. А второй день было уже собственное награждение перед спектаклем Амадеус, который шел как подарок. Как подарок. Вне конкурса, да. Но там тоже они получили такие поощрительные. Герман Загорский получил как «Надежда России». «Надежда России»? Ну, как-то там, что-то как-то так. Что-то про «Надежда». Олег Белов. Признание за роль Алекса. В общем, все получилось очень хорошо. Слушайте, ну вот конкурсы для актеров, это всегда вот с одной стороны это и волнительно, и переживательно. Ну да, такой адреналин там зашкаливает. Он не мешает, он помогает как вот, или кто как справляется. Вот и настроиться надо. Вот я иногда очень мешаю. Бывает от того, что тебе так хочется. И начинаешь выпадать из всего рисунка, и, короче, зашкаливает тебя. А вот попасть вот в колею, вот как раз вот, ну, может быть, вот наконец-то. У меня же сначала было за заслуги, потом признание, и вот это, видимо, я поэтапно подбиралась к этому олимпу. Так что мы же раньше часто ездили на гастроли, а сейчас как бы гастролей нет, сейчас только фестивали. Но это хорошо, что когда ты приезжаешь в чужой город, чужой зритель, и как немножко такое, вот я говорю, как через мясорубку тебя прокручивают, через творческую мясорубку, и проверяют тебя, и ты проверяешь себя. Ну, понятно, в Самаре одно, а тут как? Вот тут как? Совсем другие люди, совсем другой зритель. И еще и конкурс. Но я уговорила себя, я включила птичек на телефоне, и уговорила себя работать именно на зрителя и с партнерами. И забыть, честно скажу, удалось. Забыла, я все время хотела их услышать, они немножко далеко, там акустика не совсем важна. У нас просто ты слышишь дыхание, там не слышишь, мне приходилось напрягаться. Они дышат или что? Ну, в общем, получилось очень все хорошо. Слушайте, ну, поздравляю, прекрасные награды. Вот, к сожалению, не удалось нам одну из наград принести сюда. Они только-только приехали, их будут еще из контейнеров доставать. Вы говорите, тяжелая? Очень тяжелая. Хотела сказать. Как она выглядит? Что это такое? Как выглядит тамбулская находка? У меня их уже три. Она вот такой высоты, из бронзы, и очень тяжелая. Это, как бы, небольшая мини-статуэтка этого актера, в честь которого мы играем, Рыбакова Христофор. Они у вас дома хранятся или они в театре? Нет, нет, в гримборной. В гримборной. Я не могу донести, они очень тяжелые. Три чемодана для каждой. Жанна Анатольевна, ну вот год был очень насыщенный, и устали же, наверное, да? Устали, честно-то. Честно, уже хочется в отпуск. Но еще работать и работать. Еще спектаклей очень много. Вот завтра спектакль «Восемь любящих», послезавтра «Человек и джентльмен», во вторник «Леди с найт», в среду «Странный мисс Сэвидж», потом «Курица», потом «Сургут», еще «Сургут». Вот о «Сургуте», да, поподробнее, потому что в «Сургут-то мы давно не летали». Мы решили попробовать, что такое «Сургут», нефтяники, и получится ли у нас вот с ними как-то наладить контакт. Мы летим на самолете, везем два спектакля «Леди с найт» и «Дон Жон». Там какой-то запрос есть в «Сургуте», там театра не хватает. Кто-то из Самары, видимо, я не знаю, как этот контакт наладился, но они захотели, они захотели, чтобы мы приехали. Мы и откликнулись, ну посмотрим, может быть, и получится, это будет уже потом как традиция, ездить в «Сургут». Интересно, там комары есть? Самое главное, комары. Там говорят, таежные мошки, это еще круче. Слушайте, а как адаптироваться? Ну понятно, там Бов вроде как-то тут близехонько, а вот в «Сургут» там же клим совсем другой. Вот как адаптируется организм, чтобы он не скучился? Вот так и адаптируется. Вот так, да? Да. Но я думаю, это не из-за этого. Это вот эта погода, вот вроде не хочется много набирать, а думаешь, а вот в Тамбове что? Дождь, снег. Я вот, мне позволили на праздники майские уехать к детям, где я, собственно, добираю эту энергию, как мне говорят, дед добирает. Вот с детьми, приезжаю к ним, а, и падаю на руки. Вот. И там вдруг первые два дня ничего, мы гуляли в тонический сад, в ДНХ, в кофточках, потом все хуже, хуже, холодней. А 8-го числа мы идем по Останкинскому парку, я говорю, интересно, какой дождь странный, беленький. А Сережа, сын мой, говорит, это не дождь, мама, это Снеженка. Я говорю, да ладно, 8-е мая, завтра праздник, бессмертный полк. А потом все крупнее, и вот такими хлопьями, как я замерзла, просто вот с этого все и началось. А вы в Москве, получается, провели, да, 9-е мая? Да. Ну, как там было? Вы ходили на парад? Вот если бы не вот этот холод, я хотела... Бессмертный полк? Да, принести. Мы принесем. У нас все уже сделано, готово. Он дошел до Берлина и вернулся живой, и награды. Но было очень холодно, а я была одета легкомысленно. А выходить... Сын говорит, одень мою куртку. Я говорю, а вдруг у меня по телевизору покажут? А я похожа на танкистка. Как-то прямо такая вот. Поэтому как-то мы отменили в этот раз. Что самое было тяжелое в этом году? Вот сейчас уже чуть-чуть осталось все-таки месяцочек дотерпеть и в отпуск. Вот что такое было самое трудное в этом году, с чем приходилось прямо вот... Вот я сейчас вспоминаю, получается, все в эйфории. Да, все время одно за другим, одно за другим. Даже на Новый год и в Баку успела съездить, а там плюс 12, плюс 15. А у нас опять здесь холодно. И самое главное, я подумала, ну вот сейчас наступит пауза. Ну, не рекламная, но пауза. Нет. Лев зимой приступили. Бенефис моего любимого партнера. Вот-вот-вот, я как раз хотела сказать, что вы с Владимиром Борисовым бок о бок уж сколько лет. Но самое интересное, что он так прекрасно меня поздравил на моем бенефисе. Я помню. Это было что-то. Я помню. Шедевральный номер. И я когда, я думала, какой же будет Алла Верты? Что я должна сделать, чтобы, естественно, раз мы смотрим, перекрыть его? И думаю, надо опять придумывать что-то. Он очень хорошо это обыграл, что Сэвидж не достался мне никакой роли. Он говорит, я бы мог сыграть этого мистера. Мистера Сэвиджа. Ну, это просто действительно, это было просто одно из лучших, одно из лучших поздравлений. И вдруг получилось так, что мы с ней партнеры, и, конечно, лучшего подарка быть не может. Король, королева, дети, там, значит, трое детей, сыновей. Французский король Филипп и молодая героиня, молодая девочка, значит, как бы, любимая, собственно, короля. Все роли изумительны. Все роли выписаны шикарно. Просто вот не то, что подыгрывать будем, а все роли шикарны. Просто это мы вот уже месяц репетируем. Сейчас будет перерыв, отпуск. А потом, я думаю, но я думаю, что мы раньше выпустим. Не, собственно, к бенефису. Да, и Владимир Борисов, он тоже говорит, что я хотел бы немножко все-таки обыграть, потому что тяжело. Это большая нагрузка, если и бенефис, и премьера, это слишком психологически тяжело. С Валерием Викторовичем, правильно, Гришко? Да, Валерий Викторович Гришко. Что там еще, помимо того, что роли прописаны, какой это формат? Это комедия, трагедия, драма, что это? Вот, то есть, насколько это в рамках нынешнего репертуара? Потому что репертуары насыщенные, есть и коммерческие спектакли, и классика есть, и все есть. Вот это, оно в какую эстезию пойдет? Ну, мы уже так подробно разбирали, и, в общем, решили, что всегда человеческие ценности – муж, жена, дети. Дети. Несмотря на то, что это король, королевы, все равно это муж, жена, дети. И как сохранить вот эту любовь? И где, собственно, разрушается эта любовь в браке? Потому что мы все время как бы разбираем, они разошлись давно, уже лет 10, он держит ее под замком, потому что они вот в этом соревновательном моменте где-то переступили эту черту, не заметив, и постепенно это, и к концу вдруг они опять обретают друг друга. Но уже столько наломано дров, в общем, где-то вот про это. Это всегда интересно. Это будет серьезно, философски, да? Да, это не историческое какое-то. Хотя моя героиня, она исторический персонаж, аквитанская львица, она такая была очень властная женщина. И вот Владимир Борисов говорит, я такой роли не играл, Генри II. И я могу сказать, что у меня были такие подступы вот к такой властной. Ну, я не знаю, шесть блюд из одной курицы, может быть, там есть, но она совсем в другом ключе. Мне просто интересно, как вот балансировать на этом, что властная любит власть, любит манипулировать. Умная женщина. Вот как-то все это надо будет соединить, завязать. И чтобы, опять же, я всегда выступаю адвокатом. И всегда защищаю свою героиню. Говорили уже с Валерием Викторовичем, где набирать, на кого какие-то, может быть, еще что-то дополнительно почитать или посмотреть. Потому что вы же всегда актеры как делаете? У вас есть какой-то персонаж, и вы то ли на улице можете что-то встретить, какую-то или черту у кого-то, и такой, ой, вот это вот я себе возьму. Или прочитать что-то случайно. То есть все равно в себе же все не найдешь, надо же где-то еще искать. Конечно, конечно. Я уже прочитала, как бы, исторический материал. Но это исторический материал. Он, как бы, просто, ну, познавательно знать, кто кому свозьет. А внутри себя, ну, мы только начали работать. А вот уже прическу ищу. Это, то есть, возможно, и так, да? Может быть, и так. Сегодня, когда я ее делала, так посмотрела, подумала, что подходит, она такая... Какая королевская. Вот, да-да-да-да. Уже не локоны там нет, а вот что-то вот эдакое. А может быть... Хотя я смотрела фильм. Там два фильма есть. Есть старый фильм 50-х годов. Английские актеры. Катрин. Катрин Данев? Да, нет, не Катрин Данев. Другая Катрин. Я другую не знаю Катрин. Одри Хэбберн, а это Катрин Хэбберн. Ага. Тоже известная, знаменитая актриса. И Короля играет просто там потрясающе. Он мне очень понравился. Тоже известный английский актер. И то, что ставил Кончаловский. Но тоже с английскими актерами. И совершенно два... Я вот посмотрела насчет себя. Совершенно два разных образа. И как бы я в таком размышлении. Одна играет очень такую прям хищницу. Другая очень женственная, обаятельная, лавирующая это. Ну вот, буду потихонечку собирать, собирать. И что-то из себя вот это вот, из себя взращивать. Но это все работа. Да. Это все суета. В отпуск куда, чего. Я же вот всегда знаю, вы всегда со своими детьми, с внуком куда-нибудь в хорошие места. Конечно, Испания. Наполняться энергией. Испания. Смотреть на океан, дышать этим воздухом, гулять много и кушать морепродукты, от которых не поправляешься. Вот так вот. Дышить свежим воздухом, смотреть на океан, кушать. Испанское. Что планируете? Какие места посетить? Есть ли какой-то план? И насколько длинным будет ваш отпуск, когда уезжать? Никогда не рассказывай об этом. Потому что мы можем планировать, фантазировать. Мы предполагаем, Бог располагает. Как будет, так будет. Вот как приеду, все расскажу, все покажу, фотографии. А тут как получится? Как получится? Слушайте, а по работе не скучаете пока в отпуске? Нет. Честно нет? Абсолютно нет. Мне даже мало. Ага. Мне мало. Я еще хочу и думаю, особенно когда прерывают отпуск. Очень часто бывает так, что начинают все с первого сентября, а мы с 12 августа, с 20 августа крадут у нас 2-3 недели. Вот тут, конечно, и ты думаешь, ну ладно, понятно, Кузин, все ясно, там лес мы вот так репетировали. Очень смешной эпизод был. Мы вот так вот кусочек захватили, чуть-чуть разобрали лес. И он говорит, учи текст, и чтобы пришли со знанием текста. Я честно взяла все с собой. Мы отдыхали в Греции, в Солониках. Честно брала на пляж каждый раз эту роль гурмышскую. Вот так честно на лежак. И вот так. Все две недели туда-сюда. Ни разу не открыла. И когда мы приехали, значит, все сели, и он говорит, так, поднимите руки, кто выучил текст. Такая пауза. И только одна проскурина, которая играла вот эту молоденькую девочку. Все остальные. Я говорю, я честно носила на пляж. Вот правда. И в чемодан засунула, тяжелая все-таки это. Но не довелось. Даже первую страницу не почитала. Насколько важно наполниться энергией? То есть хватает ли вот этой энергии на новый сезон? Да, хватает. Но буквально вот прям до Нового года распределяешься, а уже Новый год думаешь, все, пора куда-то еще подышать свежим воздухом. А потом еще полгода. А насколько важно менять немножко профиль? Ну вот заниматься еще помимо актерства еще какими-то вещами? Что-то, может быть, вот подпеть или все отбирает? Нет, у меня времени не хватает. Когда меня спрашивают, я говорю, у меня нет времени даже на друзей, чтобы прийти к ним в гости. И я вот там Новый год пропустила, это пропустила, 23 февраля пропустила, 8 марта пропустила. И только, может быть, если я не еду к детям, на майские встречаемся, и как бы делимся там на даче у них, в Царевщине, отдыхаю, дышу, общаюсь. А так нет времени. 16 спектаклей в месяц. Ну да. 16, 14, 13. Слушайте, вот вы уже не первый раз, вот мы с вами за время то, что беседуем, вы все время говорите про воздух. Воздуха не хватает. Почему воздух? Что такого важного в воздухе, что так вот он нужен? Нет, потому что он очищает все легкие, кожу, глаза, мысли, душу. А когда смотришь на океан, там я прочитала, что это тоже релакс, вот это огромное расстояние, ты вот смотришь на это все, и это тоже, вот есть, что там что-то происходит. И эти чистейшие морепродукты, которые, это тоже там внутри. Ты приезжаешь совершенно обновленные. Конечно, я думаю, что здесь прекрасные места за Волгой. Я думаю, там, наверное, и с этой стороны можно погулять. И речная рыба тоже прекрасна. Но свежий воздух, это, ну как, мы же чем дышим? Я даже помню, где-то мы были в Швейцарии, и далеко в горах, и там это вообще, это горный воздух, это вообще, это что-то. Я приехала, бело-розовое, как пирожное. Четыре дня в Москве, опять серенькое. Вот прям, серенькое. И подошла к себе, опять серенькое. Сошел эффект, да? Там смотришь, машины чистые. Дождь идет, не идет. Там, ну я не знаю, вот как-то так. Экология, значит, другая. Ладно. Хочется, знаете, еще, остается три минуточки у нас до конца, но хочется обсудить, помимо бенефисного спектакля, да, Владимира Владимировича, который грядет в следующем сезоне, чего еще хочется? Потому что я знаю, у вас сильная энергетика, и даже если еще не стоит в репертуаре, то если вам хочется, вполне вероятно, что что-нибудь еще будет. Нет, мы там уже замутили. Что замутили-то? Нет, я не скажу. Нет, когда это случится, тогда и случится. Я помните, говорила, что есть. Да. Я там чуть ли не четыре года говорила, есть. Ну потому что все никак не складывалось. То денег нет, то того нет, то это, то это, то. Потом раз сложилось, и появился Кузин, которому я безумно благодарна. Ну хоть маленькую какую-нибудь тайночку оттуда. Режиссер. Режиссер? Да. Кузин. То есть вы опять с Александром Кузиным решили продолжить. Конечно, потому что это потрясающая атмосфера, да. Все спрашивают, что, что, собственно, что в нем такого? Ну, он, во-первых, великолепный педагог. Сказать, у него вот еще эта часть. А если актер, ну как, останавливается и перестает учиться, ну тогда все. Надо все время быть ребенком. И потом он потрясающий просто человек в плане того, что он в зале, и он любит артистов. И он смотрит на тебя влюбленными глазами. И ты, конечно, расцветаешь, как цветок. И ты делаешь даже больше того, что ты сам от себя ожидал. Поэтому, когда он вот уезжает, я прям первое время даже болею. Потому что мне не хватает его энергии, его позитива. Спасибо вам огромное, что пришли. Время наше, к сожалению, закончилось. Ждем с нетерпением в следующем сезоне продолжение альянса... Продолжение банкета. Продолжение, да, банкета с Александром Кузиным. Новый спектакль, я думаю, что будет достойный. Да? История. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова